Утешителю души истины, и живи везде сын, и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю прийти в селе сомны, и отчистильны, и всякие скверны, и спаси блаже души наша. Где батюшка? Пусть попросит благословения. Отец наш Небесный, мы просим Твоего благословения на это собрание. Прибудь с нами, Ты сам руководи нами, Духом Твоим Святым, чтобы нам не уклониться в рассуждениях ни налево, ни направо. Но все слова, мысли наши были направлены к прославлению Тебя, Единый Вечный Господь Христос, проливший за нас, за каждого свою причистую кровь. Соделай нас истинными служителями Твоими, слышащими голос Твой, поступающими по воле Твоей Святой. Не ищущими Своего. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Проходи вперед, место вот здесь. Игорь, место свободное. Проходи ты. Да мне сейчас надо идти. А что ж молчишь? Братья никого нет. Всем поедем. Ну Николай посадил вас. Какой Николай? Парень Николай Больбы. Ты что, с ним договаривалась? Нет. Ну как-то так же не делается. Ну как? Мы вчера говорили. Ну утром же ты сказала, ты говоришь, я не дозвонилась, не знаю как дозвонилась, не дозвонилась. Я не оставил. Батюшка, мы говорили про Валентину Павловну. А к Фоменко-то едем. Ну почему мы собираемся? Значит, следующее будет у нас исповедь через воскресенье. Там будет какое число? Это сейчас у нас что? Двадцать четвертое. Одиннадцатое будет, потом что будет? Двадцать пятого. Это у нас было воскресенье одиннадцатое? Да. Двадцать четвертое. Потом будет воскресенье у нас будет девятнадцатого? Восемнадцатого? Восемнадцатого и двадцать пятого. Двадцать пятого. Значит, двадцать четвертого суббота будет. Да. В субботу. Там родительская еще упоминальная суббота. Значит, будет панихида. Утром, чтобы, наверное, так и успели я в восьми приехать. Как было в обычное время восемь часов. В субботу? Будет панихида, да, в субботу. В субботу вечером будет. Так же у нас всеночное бдение и исповедь вечером будет. Поготовьтесь к исповеди. Это двадцать четвертого будет. На двадцать пятого. Вот так вот. Ну, что еще? Всем благословения передаю вам, архиерейское, от владыки. Молитесь. Он болящий, болеет. Так, ну, служит, но... Болеет. Я приглашал, но он по состоянию здоровья и занят. Там он один, например, в соборе, поэтому... Да и зимой тяжело. Там и поэтому пока... Я сильно не стал настаивать на этом. Он сказал, что мне, говорит, тяжело просто ехать. Поэтому настаивал. Я говорю, тогда, может быть, весной на День деревни, у нас 13 мая будет деревня, тогда на День деревни, может быть, тогда пригласили. Ну и все. А остальные все там, что вопросы о нас, он просто не знает. Кто спрашивает, а что будет с нами? Он ничего не знает. У них было заряжено то, чтобы к этому времени все приходы разошлись. Так и случилось, что все разошлись. Остались наши два прихода. То есть неопределенными, которые не вошли последние. Там в Омске он ездил, уже передал по согласию с священником московского патриархи. Там ему дали отцу Николаю новый построенный храм. Вот он со своим прихожаном перешел в тот храм. Служить из своего. У них там небольшой они строили такой. Вот. Ну и все остались наши две общины. Поэтому, что и как будет, никто не знает. Один Господь знает, что для нас приготовлено. Поэтому так, молитесь, Господи, как у воли Твоей, так и устроится. Господи, не надо. Вот и все. Так, ко мне какие есть вопросы? Соседка спрашивает, в посту бывает крещение? Что? Соседка спрашивает, в посту крещение бывает? Крещение? Да. Кого крестить? Ну, соседка хочет покреститься. Крещения нет никаких ограничений. Всегда бывает. Всегда. Только готовятся. Если в православной церкви специально приготовились крещения, то есть в первых веках христианства, каким-то праздником, приворачивали к празднику, потому что крещение, это вхождение новых душ, рождение новых душ в церковь, это всегда был в церкви праздник. И в общиной там, где рождают, это праздник. Потому что родились новые души для Царства Небесного. Поэтому приворачивали всегда к какому-то празднику крещение. Ну, а так ограничений нет. Всегда, когда можно крестить. Вот, если болящие там, при болезни, то там вообще уже никаких нет. Да. Так, еще вопросы какие? Батюшка, а вот владыка Евтихии, когда был, там, он был как бы и не против, даже не то, что не против, он был за то, чтобы рабочая комиссия это была и работала. А как он сейчас? По-моему, он даже, наверное, это и предложил. Да, а как он сейчас задал? Разговора об этом не было никакого. Я спросил его, у вас какие-то были после той встречи, что были здесь, там, он говорит, никаких. Никто не обращался, никто нигде. Я говорю, ну, может быть, там... Нет, никто, говорит, ничего. А у вас, я говорю, и у нас ничего не было. Мы попробовали, еще раз обратились к епископу, говорю, чтобы нам встретиться и поговорить в такой обстановке, в братской, скажем. У него давление поднялось сразу и не было. И все, больше после этого секретарь сказал, позвоним потом. Больше не звонили, и я не навелюсь, говорю, мне это... Ну и все, и больше разговора не было никакого. Все, понятно. Спасибо. Еще вопросы какие? Все. Что? Все, никаких вопросов больше? Нету, слава богу. Так, сейчас, минут через десять я со Светой там поговорю. Переводчика тебе надо? Игорь. Наверное. Значит, сразу маленькое объявление. Вот этот стол на воскресенье старайтесь хотя бы дочертиво до этой половинка не занимать ничем. И все, что я кладу, подготавливаю, это для вас. Не трогать. Не любопытствовать. Потому что я все равно принес для вас. А потом я не могу найти, где это находится. Первое. Вот об этом изображении. Фотография. Хотя подарили мне, но я считаю, что на первом месте стоит, в первую очередь, тот, кто изображен, а потом ее мама. Туда передать по разным причинам не удается. А мама, я не знаю, где она есть. К каждому говорю. В июне я уезжаю, 10 июня у меня день рождения будет. Я уезжаю. Вот эта фотография для меня исключительно дорогая. Я увезу ее туда, в деревню с собой, и она будет в детском лагере. Это для нас как пример, как можно служить детям с полной, абсолютной самоотдачей. За ее плечами 12 лет. Это ни день, ни два. Вам надо на неделю поехать, и вы не знаете, что делать. У нее точно так же были заботы, она все оставляла. Приятно слышать, когда отзываются о твоей работе. Хорошо. И уезжают у меня восторженные родители, приезжавшие к детям. И детей много было. Я говорю, что самое лучшее вам показалось в лагере? А мы только покрыли столовую. Цветник такой насадили, розы цветут. Ну, игры всякие устроили. Все единодушные ответили. Наташа. Почему? Одна говорит, я посмотрела, как она еще, она с горшками возится. Я, мать родная, этого так, говорит, не ухаживала. Она могла шить прекрасно. Замерит, готово дело. Материал нам вот валер давала Валентина Николаевна, они всегда надо молиться, мимо проходите. И она им платье нашет, рубашки. Все это подарит, конечно, бесплатно. То есть, мы пойдем сейчас в сад наш, рядом. Вот засыхает облепих. Это ее работа. Малину сажали ее. Конечно, она не одна была, с ней вместе. Но все это ее была идея, как сказать, главная движущая сила была 12 лет. Поэтому, она должна быть постоянно в молитвах в лагерь. Поэтому я увезу туда до мамы, до июня месяца не достучитесь. Я считаю, следующий, как вооз, говорит, я наследник по родству ближе всех. Вы не забывайте, что в общине у нас ни у кого не было таких пророческих снов, как у ней. Ее впереди ждет то, что она там видела. И я должен опередить ее и ждать ее. Может, на той стороне. Она видела распятие, она видела крест. На 100% это от Бога. Это все святые отцы говорят. Ее ждут великие страдания, которые человеческим умом не постичь, как она там видела. До момента, пока в руки ей невидимая рука вложила меч. Это Слово Божие. Конечно, молясь о ней, молясь о том, кто рядом с ней, о Валерии. Постоянно. желаем наилучшего блага и спасения вечности. Остальное мы не знаем. Больше никто на это не претендует, на это? Фотографии? Подоели лично мне. Я бы мог даже не показывать, но я считаю, по праву обладания, она обладает, в первую очередь, должна быть. Так, берите-ка. Теперь, самый наиглавнейший вопрос, который у нас стал, благовестие. Снова. Но благовестие наше принимает другие формы. Мы обычно выезжали в воскресенье, если ближе село, после богослужения, а вечером мы возвращались. Заранее ездили в это село, договаривались с администрацией, с заведующим клубом или домом культуры называют, проходили в каждый дом, дарили Евангелие, а кто приходил в Новые Заветы. Мы за три лета практически подарили 30 тысяч Евангелий. Сегодня нам Евангелие говорят, мы можем издать. Это 30 с лишним рублей, умножьте на 30 тысяч. Уже подкатило к 100 тысячам. Но нам Господь помог тогда достать через Гедеоновых братьев бесплатно. Конечно, я старался рассчитаться книгами, предложил полный комплект, это 11 тысяч, 38 наших книг. Нынче мы думаем выезжать на неделю. И для этого нужна машина. Машина много, конечно, книги. Один комплект, только моих книг, весит 31 килограмм. Умножить на 6 уже почти два центра. С собой должны быть матрасы, все остальное, еда и сами. Мы несколько месяцев тут решали, какую брать машину. Наконец остановились. Я зачитывал в прошлый раз, если кто не знает, еще раз произнесу. Нет, это чтобы знали. Вот. Это газ 27.057, 398, дизельный, все ведущие, грузоподъемность 950 килограмм, стоимость 742 тысячи. Есть те, которые нам желают блага и говорят, можно было бы взять другого. Но здесь цельнометаллический кузов. Стали думать, а если получить с завода? Завод нашли где? Нижний Новгород. Вышли через Володю. Если с завода брать, поменьше, подешевле. Не намного, но для нас это существенно. 627 тысяч. Это значит туда двое суток, оттуда он догоняет до Екатеринбурга. Теперь он там устанавливает холодильную установку, приводит ее в нужный рабочий вид и пригоняет уже сюда. Отсюда наши братья угонят. Внезап нужно сейчас связались с заводом. Я думал, что это будет где-то в мае. Но меня после этого воскресенья уже захватили буквально врасплох. Я говорю, заплатите, а приедете, я может быть соберу что-то. Вы же что-то будете давать? Они сказали, никто взять это не может, даже он считающийся директором. Меня в первый раз увидели, вчера я был в банке. В первый раз там меня увидели. Я расскажу просто о чуде. Я должен был вызвать человека в руки ему вручить 627 тысяч вчера. Естественно, что без процентов. Я никогда под проценты не беру. Деньги эти уже ушли. Они переходят сначала в одно место, поступают, а потом поступают уже непосредственно на завод и там его вызывают. Напрямую я не знаю и сказал от меня что взять, когда я ничего не понимаю и не слышу. Значит, Людмила Степановна где она? Лена. Лена. Ты мне подбей итог сколько чего есть. Эти деньги, которые она не наберет, вы можете отдавать мне в течение хоть года. Если у кого нет. То сейчас мне нужна максимальная сумма погасить то, что я отдал уже это все. И вы значит об этом молитесь, чтобы все это дошло до места. Глухонемых узнать, что они могут пожертвовать для дела Божьего. Вы будете участвовать через это. Мы договорились, что если машина так придет благополучно тут оформят на нескольких человек, кто будет водить шофером. Нам шофера нужны будут. Помни. Понедельно. Если вы умолчите в этот день, Господь пошлет помощь с другой стороны. Вы знаете, кому это было сказано? А ты, говорит, и дом отца твоего погибите. Такая книга из Библии. Иудий. Не для этого ли Бог тебя, говорит, возвел на то, исперь, на такое достоинство, чтобы ты смогла помочь. Положите себя на сердце. Понимаете, все падает на меня. Ну, конечно, я теперь богаче стал. Пошел, я, кажется, пенсию повысили, у меня теперь 5300 рублей. И я посчитал, что если я буду 300 рублей на себя тратить, а 5000 откладывать, ровно через 150 лет я наберу. Сумма какая. Всего-то через 150 лет. так что мне, по-моему, не к спеху и не к месту. Значит, сумеем мы это сделать или нет? Я, конечно, знаю, где просить. У моего господа Бога приезжает батюшка, я ему говорю, батюшка, вот одна есть душа из-за океана, и она уже третий год стращает нас, что хочет выслать нам деньги, доллары. Ну, на что? На детский лагерь. Поговорит? И нету. Год проходит, опять звонит, опять вам выслать, не выслать? Опять не выслать, опять нету. И третий год нынче звонит, опять вам выслать, не выслать? Я уже в яме сижу и думаю, тут что-то есть. И она ничего про нашу покупку не знает. И вдруг ровно вчера, это было позавчера как раз, она звонит, счет такой-то идите, получите. Там немного, всего 300 долларов. Но однако это, ко мне уже вчера приехали два человека, которые вызвались тоже понемногу помочь. Немного, больше 10 тысяч никто не давал. Но это тоже, ну надо помнить, евреи богаты, потому что он копейки не пренебрегает, а русским или все, или ничего. Я приму самый малый лепт. И теперь, ну ясное дело, что я банкир, а раз расплатился. Но понимаете, что мне умирать сейчас нельзя. Мне нас сначала привести в состояние финансовые хвосты. Не забывайте, мы это делаем для Бога. Дальше я буду говорить к этой теме и все подгонять. Какие у нас таланты? Прошу не спать. Быть очень внимательным. Вы просите таланты. У человека нет памяти. Вы знаете, о памяти люди молились такие, как и анкронштадтский двоечник. Сергей Радонежский, он был когда-то в Арфаломейке. Двойки. Не может еще брать, учатся хорошо. Он попросил у Бога. И Бог дал такое, что он стал отличником. Говорит, с красным дипломом закончил академию. У Бога. Они просят памяти. Но я нашел, что еще надо просить у Бога талант, забвение, забыть. Не памяти только, а забыть. Мне Бог дал памяти. Ни один человек не сказал, что у меня памяти нет. А были такие, говорят, ну ты уж совсем старый стал, ты и не помнишь это. Я говорю, через день ты уже вспомнишь. Ой, прости, да правда, я сам забыл. Не я забыл, ты забыл. И вот некоторые начинают ставить эту память мне, унаследованную от отца. У отца у моего была феноменальнейшая память. О чем я написал в Концомольскую правду, там сказали, мы воспользуемся этим материалом. Он знал, кто что сказал, когда, какая погода была 30 лет назад. Пасет тысячу, полторы овечек, и он каждую знал, ничего не умеет писать. Когда баран покрыл овечку, когда она объягнется, и от какой она происходит. Всю родословную. Совершенно невероятные вещи. Коровы еще мог бы определить. Овечки, они все как прихожане одного храма. Похожие друг на друга. Значит, мне, я больше всего на моего отца похож. Похож, но он умер, у него был рак кишечника желудка. То есть, наследственно я могу это унаследовать, но он всю жизнь выпивал и ел консервы. Я не пью, не ем консервы, может быть, Господь перешагнет дальше эту черту. К тому говорю, чтобы мне не умереть в долгах. Я не о смерти даже говорю, а успеть рассчитаться и сделать свое дело по благовестию. У нас нынче Евангелие не достали. Вот это вот, я в прошлый раз показывал. Режется вот так вот, сделает надписи и вот такие картоночки разные ищите, начинаете разрезать. Ни худо, ни мало нам нужно примерно 50 тысяч вот таких сделать. Когда ты принесешь, хотя бы один нарежь, чтобы какая у нас надпись и по краям бортик оставался полсантиметра хотя бы вокруг. И на это наклеиваю. Мы уже это делали. Примерно 30-50 тысяч таких нужных картоночек. Мы в каждом деле заходить, указывать на библиотеку и приглашение. Даже Евангелия не будет, мы не очень многое потеряем. Фактически мы оставим их в библиотеке, везде Библию. Я все время сейчас провожу МФ, не Морфлот, а Молитва Форум. Батюшки, нет? Называется Интернет. Очень интересная вещь. Ко мне приходят люди, как нигде. Я два дня решил ничего не выставлять. Я каждый день даю материалы с фотографиями. Отзывов столько, сколько я за свою жизнь не слышал. Как люди благодарны. И вдруг я два дня, только вчера к вечеру и сразу же начинает идти. А почему у вас нет? Что случилось? Вы понимаете, весь Интернет наш оскудел. У нас ничего нет. У меня 10 тысяч друзей, но полная тишина. Ничего нет, что попало. Я даю отличные материалы. Все по Слову Божию. С указанием. Там пророчество. Нужно, чтобы так все это было. Вчера одна приходит и говорит, вы меня простите, вы меня не знаете, но когда выставили ролик, Яша плачет, я вас осудила, какой это дед Грозный. Это дядька злой. Это я сказал. Оно как сказал, так и стоит. Я не стираю. Про меня, если плохо говорят, я ни одного еще не затер. А раз на моей странице я могу только щелкнуть там крестик, если он исчезнет. И она, теперь дети-то подрастают, я увидел, ой, как вы правы были, простите меня. Это только так и надо воспитывать. Вот и все. Притом, это не один человек, который что-то говорил, а я не оборонялся, не возвышался, а Господь сам в этом все делает. Надо поверить, что Господь за нас. Значит, молиться о забвении, обид. Кого, где, как притеснили. Господи, отними у меня память на это. Сергей молился, Марфоломейка, о памяти. Здесь надо молиться, чтобы другое было у тебя. Я об этом молился, о забвении. Я встал утром, у меня ничего нету, как стертая программа. Я слишком много знал ненужного. Столько знал, что когда я рассказываю, беседуя даже с профессорами, с академиками, мне говорят, и вы это все знали, знал абсолютно все. Все политические системы мира. Какие столицы, в государстве, много-много не нужно, не считая анекдотов. Как говорится, парень рубаха, душа общества. И в этом мусорном ящике негде помещаться было божественному. Я понял, что меня все время это смущает. Господи, убери это, я ничего не могу сделать. Я встал, ничего не знаю. Молиться надо еще вот об этом. А то я на него имею, он мне сказал, я ему, сотри это все. Сколько уже постов прошло. Я же не осужден, что ждать и брата моего. Я сейчас прочитаю по книгам, как люди судят. Так вы, оказывается, принадлежите зарубежной церкви. А кто там был, я говорю, Виталий, Лавр. Лавр, это предатель, это женщина говорит. Лавр, предатель, митрополит, на том свете, и ты не боишься говорить, кого он предал конкретно. Это женщина. Ну, показать, что я не худышный, только потому, что с Лавром я, я встречался-то один раз в жизни с ним. Мельком. Судят беспредельно, безбожно, безжалостно людей уже ушедших. Притом, ни одного преступления она назвать не может. А только потому, что вот объединение-то произошло. Я знаю, что было, ну так было, остается в моих молитвах. А если бы объединения не было, не было, зарубежная церковь практически исчезла бы. Выбирать уже нечего было. И они вовремя к этому подошли. Вовремя. Вот как сейчас епархии делают, мне прям звонят, уже не знаю, из каких мест, монастырей. Вот патриарх, что он делает, патриарх? Он делает правильно, Кирилл. Я говорю, давно это надо было, я все время об этом говорил. На 3-4 части рубить каждую епархию. Они тогда будут заниматься архиереей-то. А он-то концарствует, где он такую область охватит-то? Это губернатор. На 4 области. И вот одна женщина мне и говорит. Как раз женский день был, а я выставил стихотворение, женщина не ангел и не демон, называется стихотворение. И одна, это кто же вам дал право так судить? Я написал, что через женщину все мы умираем. Я нашел, что в горше смерти женщина, экресиаст пишет. Как она на меня? Это кто же дал вам? Кто вы такой есть? Я тогда беру, там был такой Ахия, пророк. И к нему пришла, он уже слепой был, а к нему жена Яровама пришла спросить о болезни ребенка. А он ей все высказал, говорит, ребенок умрет, когда домой вернешься, а дальше говорит, я грозный посланник Божий. Я ей ответил, я грозный посланник Божий. И она замолкнула, и кажется, у меня в черный список и убежала сразу. Я грозный посланник Божий, я тебе возместил Слово Божие? Хоть одно слово добавил? а кому претензия? А почему она горше смерти? Я говорю, 3000 лет назад к Соломону. Николай, ты сможешь провести? Кого провести? Собрание? Да нет. Съездить, присесть и не поменять. А, ну смогу, а почему? Поехали. Поехали. Вот смотрите, что получается. Вот эта вот книга называется Воспоминания Ивумена Кирилла Сахарова. Ивумен, это храм Николы на Берсеневке, это примерно метров 250, говорят, от храма Христа Спасителя. Очень известный человек. У него прошла первая книга Воспоминания. Он везде ездит за границей, на Афоне, там, к Чечню, с депутатами. Где только он не бывает. Он был, кажется, председателем молодежи России, православных братцев до два срока. И вот он попросил меня ответить на первую книгу. Какие мои впечатления? Так, я попрошу это прочитать вслух. Вот. И он тогда, что я на первую ответил, а он тут сказал отзывы на первую книгу. Отзывы, называется. Отклики, считатель, на первую часть книги Воспоминания. Ну, тут несколько человек, но самое большое место посвятил, что я ему сказал. И теперь, я вчера получил письмо на этот отзыв. Пожалуйста. Посмотрите, на днях он мне звонил, и я ему высказал благодарность. Это не каждый решится так. Я сказал о нем отрицательно. И он это очень отрицательно отозвался о его книге о нем. И он не стал умирать. Это ох, обо мне плохо, это частное дело, это личное. Он выставил на ободрение. Тысячными экземплярами на весь мир. Это означает, человек великодушный, это высокого полета человек. Он не боится, когда о нем говорят плохо. Вот послушайте. Лавкин Игнатьевныч, основатель православной общежительной общины на Алтае. Общежительный, что-то напишут. Читаю почти каждый день по нескольку страниц. Подчеркиваю, сравниваю, беседую с людьми. Это я на его первую книгу, что я делал? Когда они позвонили, я им сказал. Книга пошла по рукам. Мнение абсолютно всех до единого, «Книга мертвая», как ее автор. В ней не было встречи на пути в Дамаск. Там не было у нерожденного свыше и роста духовного. Там не могут и другие от него и от его воспоминаний родиться. И вдруг вчера уже ночью звонит из Москвы прихожанка Елисавета. Она была с отцом Кириллом из группы детей в июне 99-го года у нас в лагере Стании. Все они круто церковные, воцерковленные на вертвое. Это трухлявое слово. В это трухлявое слово. Как принято произносить эти мертвые слова воцерковляться, окормляться в кругу мертвецов, описано на странице 137-156 его книги «Воспоминания». И эти 19 страниц перетягивают слегка всю книгу в 318 страниц. С моей точки зрения. Мы тут уже не один раз обсуждали ее. Она у меня вся испещена сотнями пометок, разными карандашами. Я ее замусорил до такой степени, что на другой день она у нас в руках рассыпалась. И брату Игорю Дубнову пришлось заново ее переплетать, стягивать капронами нитками. Многое отец Кирилл не договаривает, многое утаил из-за страха иудейского. Но пишет, думаю, искренне. У нас только один вопрос все время возникал при общем чтении. Он это все умышленно по заданию ли масонов делает или искренне верит, что так и должно спасаться. Я склоняюсь все же больше к тому, что он добрый по натуре, искренне. И пишет, как понимает, совершенно не зная евангельского пути спасения, и евангельского труда. А все бы ему богослужения за умнее, по-старобрядчески надрываясь в стояниях. И эти стояния в виде протестов он успел уже перенести на площадь. И куда бы он ни ездил, везде ратуют за единство церковное. Он против автокефалии украинской Сербии, он и за Сербию, он и за, и за всех, кроме своей бедной души. Конечно, ему не понравится, что даю такой отзыв, но я так вижу. А ему советую при его воображении еще и не умершим представить себе на месте Тимофея с апостолом Павлом хотя бы и по фразам или Акилой, а потом по прошествии миссионерской путешествии написать воспоминания. А что тогда сойдется с нынешним тленом его воспоминаний? Да ни одного малого шанса нет похожего. Отец Кирилл закрутил общину на пятачке Берсиневском, как на Крыжовниковом высохшем поле. И ни трапезы, ни поучения оригинальные, им не выведут его паству и его лично на евангельское благовестие, как не выведут уже свидетеля от имени Иеговы. Не пойдут они, ибо они научены своим пастырам не так, а за миссионерство считают открытие храмов, установление поклонных крестов, долгочасовые литургии. Слово благовестия на Берсиневке не появлялось и не вхожа в заунывное и монотонное. У нас же катехизация включает около 500 часов занятий по Библии. Все. Вот. И вчера вдруг я получаю письмо, а прошу-то шрифт очень хороший, пишет. Женщины как раз по моему этому вступлению. Вам стоит поучиться. Дорогой Господи Игнатий Тихонович, мир дома вашему. По промыслу Божию прочитала вашу критику в адрес деятельности игумена Кирилла Сахарова и была просто шокирована такой негативной оценкой. Затем шок сменился возмущением. Прошло уже больше года, никто ничего, ни отец Кирилл, никто не против, которая его очень-очень любит, она не стерпела этого. Как же можно назвать мертвецом человека, не имеющего смертных тяжких грехов, патриота, крепко стоящего в истине? Может и Москва-то еще до сих пор не провалилась сквозь землю благодаря тому, что есть в ней хоть один храм не оскремленный числом дьявола и ненен? Вот в чем окажется вся святость и ненен? По больше бы у нас было таких мертвецов, тогда и жизнь наша наладилась бы. Разве не великое дело стоять в истине, когда все вокруг либо трусят страх ради иудейской, либо тепло-хладные и безразличные приспособленцы? Разве не великое дело принимать участие в патриотическом движении, возгревать в сердцах людей любовь к родине, патриотизм, болеть за судьбу России, все одно и то же. Вот сколько? Разве не великое дело регулярно ездить в глухие деревни, где нет храма и люди, оторванные от Бога, нести туда свет Христов, дать возможность людям поисповедаться, попричаститься, креститься, повенчаться. Один раз он приехал туда, один раз за всю жизнь, и уже повенчаться, то есть все делается, как вот эта полнота церковная, как любой погиб. Услышать Слово Божие, проповедь священника, услышать божественные песнопения и так далее. Отец Кирилл проводит очень важную и нужную людям работу, а вы так дерзко уничижили его труд. Какая у вас к этому была причина? Зависть? Или вы это сделали под чьим-то давлением? Так, зависть или под чьим-то давлением. То есть у нее ни другой извилины нет. Она знает, что в мире так делается. А он мне звонит сейчас, и он говорит пять-десять минут, ну назови, что у меня там не так. А что больше всего вот в этой книге понравилось? Ну, он ждет от меня. Я говорю, эта книга, стой, уже не сравнишь, но смысл тот же самый, все мертвое. Не этим занимать. Он опять, ну ты мне конкретно вот скажи, чего же я не так-то? То есть отец Кирилл очень любознательный любопытный. Она как раз после него. Приход отца Кирилла живой. Если бы у нас все приходы были такими же, то наша Россия была бы непобедима. Почти со всеми вашими постулатами я согласен. Ну вот, с переводом богослужения на русский язык согласиться никак не могу. Да и все наши духоносные старцы категорически против этого духоносного. То есть она с духоносных старцев уже подсоединяет, чтобы только не по-русски. А как же так получилось у вас странно? То вы говорите, что полюбили отца Кирилла и даже чуть не прослезились при этом. А потом вдруг такая негативная оценка его самого его деятельности. Вот это плохо. Люди не могут никак понять. Он как человек добрый, когда уезжал, мы простились хорошо, но я ему это все заранее сказал. Она не может понять. Сам по себе он мягкий. Он хороший человек. Но деятельность его вот такая, как есть. Я ведь тоже не все взгляды отца Кирилла разделяю. К примеру, очень огорчена его положительным отзывом о еретичествующем экуменисте владыке Никодиме Ротовом. Как точно предсказала его бесславную кончину старица Пелагея Рязанская, сказав ему в лицо «умрешь, как собака у ног у папы римского». Я поясню. Ротов был, он конечно сторонний при образовании разных. Он учитель сегодняшнего Кирилла Патриарха. Он у него учился. И когда-то Пелагея там сказала, никто про это не знает, но даже и сказала, у ног папы это великое счастье умереть. А то как собака у ног папы. То есть так себя возвысить. У ног папы. В первую очередь не доказано, как он поехал туда и там скончался. А перед этим только Папа Иоанн Первый, Папа Павел Иоанн Первый говорят, отравлен был. Ну может быть и у него он бежал, грузный был, и говорят на прием вовремя, и у него сердце не выдержало. Нет, уже к этому кончине начинает, видите, что подмешивать. Она не судит. Это уже умерший. Я с Никодимом не согласен. Но теперь я только в молитвах могу упоминать его. Он за себя не может заступиться. Это его деятельность была. Он так понимал. Он ставил людей, которые за русский язык. Он намертво за русский язык стоял. А заодно я-то его могу уважать. Как только Никодим нагнулся, чтобы поцеловать туфлю римского понтифика, положено так по этикету, как тут же и спустил дух собаки собачья смерть. Понятно? Вот легенды. Это по-христиански собака уже и собачья смерть. Это она не судит. А если я сказал, что он поклонными крестами везде выставляет, они еще не дают. Надо идти их людям проповедовать. Ну тогда я. Теперь она во мне ищет. Если я это делаю, то это что-то и не от Бога. Мне все время она напоминает, когда умерла Макрина. Это сестра Григория Низского. Но он стал о ней писать, как Господь чудесно проявлял свою милость к ней. И через нее. А потом говорит, а все равно люди в это не поверят, что я говорю. Люди верят только в то, что сами могут сотворить. Запомните это выражение. С тобой этого не было, ты не знаешь. Я вот молился, и у меня отсюда отзывы, отклики пошли на то, чтобы машина у меня в руках была. И она будет. А ты это не можешь сделать. Ты молись, у тебя это будет. Не завидую. У меня зависти нету к отцу Кириллу. И никто меня не нажимал. Меня вообще нельзя жать. Зачем меня жать? Я просто стою в истине, свидетельствую. Еще очень огорчил поступок отца Кирилла, когда он отказал в ночевке паломникам с Украины, приехавшим выразить протест против незаконного избранного патриарха Непожиби, который так же, как и его духовный отец, владыка Никодим, является махровым экуминистом с молодых лет. Раньше отец Кирилл всегда любезно принимал их у себя. А на этот раз друг отказал. Почему? Трусость. Страх ради иудейска. Надо быть последователем до конца. Или, может, его не благословил на сей раз его духовный отец. Но, чтобы защищать православие и стоять в истине, не требуется никакого особого благословения. Это ведь наша обязанность. Правильно говорит-то. Но сама же судит Кирилла-то. Мой муж очень сильно возмущался этим поступком отца Кирилла и считает это предательством. И все же называть отца Кириллом мертвецом это не только некорректно, но и просто нонсенс. Не обижайтесь, но мой помысл говорит мне, а не впали ли вы сами в прелесть, настораживает ваша сверхъестественная способность к иностранным языкам. Настораживает. Сейчас объясню. Когда я приехал в Новосибирь, стали обряться. Я стал говорить, ну, Библию я знаю, цитирую. Это дьявол. Человек не может Библию знать. То есть они за 300 лет ни одного человека не воспитали, который Библию знал. Вдруг я приехал, я цитирую, Библию совершенно свободно. Но я за ней провел тысячи часов. У меня в армии стоят на разводе, а у меня карманы набиты из словаря словами. Тут по-английски, тут у меня по-французски, тут по-немецки. Я день и ночь учился. Я учился так, что команду не могло поверить, что у них такой человек. Перед командой ходатайствовал, чтобы мне сократили. Вставать мне не в 6 часов, допустим, а в 4 часа. Это уже не от Бога. Такая работоспособность. Вот она прямо высказала. Резкое обращение с супругой, перенесение операции без наркоза, это сверхъестественно. Вот она бы думает, я только просил, наркоз был. Она ищет сейчас, чтобы найти, что это неестественно, и ты сам дьяволом обречен на страдания, а ты еще Кирилла учишь. Может все-таки тщеславие и зависть побудили вас дать отрицательную оценку. Она сказала, во всем я могу завидовать, игуменом я не буду, на храм тут я не претендую, авторитета мне своего хватает. Мне говорят, на вас авторитет работает. Но я на мой авторитет 40 лет работал. Не забывайте, он обязан на меня работать, мой авторитет. Смотрите себя повнимательнее. Забыла вначале написать эпиграф. Обличай умного, и он тебя возлюбит. Вот как раз к ней относится. Не обличай глупого, ибо он тебя возненавидит. Точно так получилось. Ветхий завет, просто подпись. Она даже не знает. Простите меня, великодушный Игнатий Тихонович, побольше бы нам таких общин, как ваша и отца Кирилла. И тогда воскресла бы наша Русь, и была готова принять православного царя. Буди-буди! С любовью, Господи, Роман Божий. Вы знаете, что я отказался писать письма, вообще не пишу. Поэтому, кто бы написал, тут адрес и все есть. Ну, написать как есть, разобрали, посмотрели, не обижаемся, до нее молимся. Ее как звать-то? Нина. Нина. Так, кто возьмется ответить и послать? Адрес тут есть. Почему нет активности? Ну, подними руку только, напиши, и все, что там есть. Ты посмотри, что делается, а? Бери. Не, Игорь, вон. Бери. Он даже не знает про что. Просчитать и дать ей ответ. Ответ благожелательный. Мне кажется, вы должны написать. А? Почему вы не напишите? Я не пишу, сказал, я отказался, потому. Закрыта дверь. Я ни одного стихотворения не пишу уже, уже два года. Я не говорю про поводь. Я от восьми дел отошел добровольно. Потому. Все? Все, вопрос снятый, что я. Я не пишу. И каждое письмо, если нужно, то вот кто-то ответит. Тем более, я сказал содержание письма. Я не пишу. Принципиально я отошел от всего этого. Оставил только молитвы и форум. Вам тяжко было бы рядом жить со мной? Ну, потерпите. Дальше. Вот эту книгу мне кто дал? Посмотри, кто. Галина Ивановна. Так, скажи, где ты эту книгу взяла? Это мне прислали из Москвы. Из Москвы. Ну, кто книгу не видал, я скажу. Она называется. Это. Все слова с большой буквы. Это есть мое слово. Альфа и Омега. Евангелие Иисуса, Откровение Христа, неизвестное миру. Неизвестное. Вот. А кто тут, видишь, источник, там, к дитю, энергии. Вот. И кто она такая? Видите, как прекрасно сделано с закладкой. Книга очень хорошо сделана. Тысячу семьдесят две страницы. Видите, какое оформление, как эта книга выглядит. Но я начал смотреть и скажу правду, что за два приема не мог назвать, кто. Не указывает ни издание, ни общество, ничего нет. Но видно, что, во-первых, не православный. А это сто процентов. Дальше. Не иеговисты, тут крест. А раз крест есть, значит, они его крест не признают. Какое-то новое течение, или кто, я попросил брата Игоря всю книгу эту, про что делать? У меня просто времени нет. Говорит, я начал и вижу, что глаза слезятся и не могу дойти. Пожалуйста. Значит, обратно, Игорь, помолите, чтобы Бог дал ему книгу эту про счастье, уразуметь. И она приводит места писаний, притом целыми пакетами. Но какой-то другой перевод. Не синодальный. Какая-то женщина, Габриэлла, вроде бы. Так, вопрос снятый этот. Второе. Батюшка наш сейчас вернулся и привез газету, называется «Православная газета Екатеринбург». Описальное издание Екатеринбургской митрополии русско-православной церкви. Ну, тоже я все и не прочитал, но вот такие разворотки полностью прочитал. Видите, как она исчеркана? О крещении. Заговорили о благовестии. О катехизации. Прямо как будто с моих книг все списали. Опоздали, голубушки. Уже ложки растащили, говорит, из зимнего дворца. Теперь только по грязи хлюпать. Но и тут же ребенка держит и головой чашечки поливает. Вот он где-то. А погружения ни одного слова нет. Почему он боится? Боится. Нашему материалу, который мы раздаем о крещении, равных сегодня нету. Просто в мировой практике нету. Не у сектантов. Да что там, там канонов не признают. Вот она газета. Так, кто хотел его почитать и вернуть потом? Давайте. Я говорю о том, что как будто бы нас конкретно не касается. Оно касается. Мы с этим благовестием идем по селам. Светельствовать будем. Для всех братьев и сестер просьба. Почему у кого есть фотоаппараты, вы не приносите? Это не так тяжело с тобой брать. У нас бывают интересные моменты, люди. Вот сегодня я не вижу. Мухи где это, Надя? Рабочий день. Костя, видите, где? Рабочий день сегодня. Витя на работе, он причастился вчера. Вчера, да? Витя? Не знаю. Не знаю, что он был на истории. Тоже фотоаппарат, если есть. Берите. Просто необходимо, другой раз нужно будет. Так. Я вот что заметил. Вот у нас люди, которые к нам были близки. И они остались в хороших отношениях. Даже некоторые мне стараются какие-то дары дать. Одна там баночку меда прислала и прочее. Как Татьяна, Аксенова. Ну, с других мест. И они стали отдаляться. Она член же нашей общины считается. Приезжает, прищищается. А почему? Она все время спрашивала. А я на клиросе пела. Я там просворы пекла. Как только священник на ней стал иметь власть, здесь сразу стала тухнуть, погасать и ничего нет. А до этого она книги везла, распространяла, беседовала. Это везде. А вот Витина, сестра, Ольга, она приняла крещение. Вы видите, в прошлом году отец с матерью приняли крещение. А она с освященниками встречается, но нигде не уступает. Она по-прежнему горит огнем, приезжает и все есть. Вывод какой? Если вы где-то встречаетесь со священником, будьте осторожными. Потерять то, что вы имеете. Старайтесь им тоже что-то дать. Если они говорят, допустим, на меня говорят. Ну, один говорит, я батюшке сказал с вами там в интернете. Он сказал, это страшный человек. Я тебя исключу из друзей, там чуть не от причастия отлучен. Он говорит, ну я не послушался, я когда зашел, такого сайта нет. Это столько сокровища. Я такие ответы, что искал, батюшка не давал. Я говорю, ты батюшку не теряй, но попроси его сказать, что он нашел в мане страшного. Я хочу покаяться, я не хочу умирать страшным. Мне охота спасенным быть. Так он не один, батюшка говорил, а их было там 15. Вот это да, вот как раз мне это и надо. Ну и что? Не один. Не один. Ну скажите, что конкретно? Давайте 10 заповедей, 7 смертных грехов, ну переберите все. Где-то там на церковь сказал, святых отцов. Ну что-то где-то. Ни одного слова по сегодняшний день нет. И батюшки знают, раз нет, они не выходят. А почему не выходят? Так он нас сразу победит. Еще не вышел на сражение, а уже за фашистой. Не годится. Если ты имеешь что-то против меня, скажи мне по любви, если она у тебя имеет какое-то место в сердце. Я тебя-то, я ни одного человека не трогаю конкретно. Я говорю, вот это явление, вот это лебезение перед священником, вопреки Слову Божию, оно губительное. А батюшка отлучит от причастия. Меня вчера уже в интернете спрашивают. Ну ладно, вот вы выставили фотографии, сейчас батюшка был, это последний раз. Тут осталось-то уже 2 месяца. Что дальше будет? Я говорю, я с первого дня сказал, что будет. Община остается. Вливать патриархию напрямую ему никогда не будет, потому что это смерть. Вот такая община остается. Вступил пост. Близлежащие храмы пошли, причастились. Мы же не отрицаем благодать московской патриархии. Так они вас не допустят. Ну в первую очередь мы могли бы пойти, чтобы они нас не узнали. Но мы пойдем по форме. А вот если не допустят, это как раз то, что нам нужно. Они дадут нам такой материал, что патриарший престол будет трястись. Мы им покажем тогда, какому Богу вы служите. За что людей отвергаете. Почему правители, продавших страну, разрушивших ее, по миру пустивших, сделавших нашу страну посмешившим вам в всем мире, вы причащаете, вы ласкаетесь, вы целуетесь с ними. А нас к причастию не допускать, оно вам не принадлежит. Я добираюсь не к телу президента, а к телу моего Господа. А ты не имеешь никакой власти в этом. Если имеешь, отлучи меня за грех, я буду среди отлученных. Ничего вы не можете. Спрашивают, а как вы думаете, они пойдут это, они непредсказуемые. Но думаю, один-два пойдут, остальные нет. Они уже сегодня к нам подходят и уже с другим настроением видят. Откуда вы? Вот она, у нас Людмила Степановна ушла. Ушла. Она говорит, как она стояла в форме, как священники. Они, наверное, ради ее полную службу провели. Я как-то пришел в один храм, нигде-то в Тобольске, батюшка слушал там. Ну и к крещению подходят двое молодых ребят. Пока священник пошел там брать миром, а я подошел и говорю, а вы во Христа-то верите? Верим. А кто он такой? Сережа, а кто он? Второго спрашивает. Да, Харгаты зачем крест? Ну, он говорит, в армию идет, чтобы его там в Чечню не поставили или куда. А это я с ним вместе. Ну, а кто он? Да инопланетянин какой-то. Или очень хороший человек. Да кто он, Высоцкий или кто, друг Брежнева или кто? Они не могут сказать. Батюшка, выходит, я говорю, кого ты крестишь? Они о Христе никакого понятия не имеют-то. Он зашел туда, у него чуть флакончик из рук не выпал. О, а ты что же, говорит, будет-то? Да он теперь на меня-то, говорит, нажалуется, наклепает я на него. Меня же снимет архиерей, где мы появлялись, а там все дрожало. И не почему-то, а потому что они сразу понимали, что здесь мы играть не будем. Я доложу архиерею и скажу, в один год 220 архиерейских голов подлетело. Вам мало этого? Вы туда России снова гоните? В другом месте подхожу, она стоит уже, штанишки там заголила маленько. Я подошел к ней, а священник точно так в алтарь пошел. Я говорю, а вы в Бога верите? А зачем мне это нужно? Я говорю, а как же ты крестишься? Я коммунистка. Так а зачем же креститься? А БХС на работе там у нас, она, зав. ресторана, сказали, что лучше. И где продавщица, там киоск выскочила одна. Во чем с ней говорить? Я говорю, так она не выручила. Батюшка уже все допускает, отец царапилу. А кто вы такой, чтобы учить? Я говорю, Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Она потихоньку, потихоньку туда зашла, батюшка выходит. Я ему сказал, нет, я тебя так крестить не буду. Пошли к нему на дом. Это везде. Я случайно попал на сотни тысяч крещений два раза только. И оба на сто процентов. Вот здесь о крещении. И там он говорит, сделали опрос. На сто человек по каким причинам принимают? 70 человек с астрологией связано. 15, чтобы выздороветь. 15 еще. Ни одного не нашли они, который бы крестился, ну, как положено и зачем положено. Это в этой газете напечатано. Вот и все. Нам есть где потрудиться, как работать и что людям рассказать. У меня мысль, вот какая я пришла перебеседить с сектантами. Я ехал мимо вокзала, и там мемориал военный. Мать прощается с сыном. И люди кладут венки, там чисто все. С чем это связано, видимо, с 8 марта? Там тоже как-то они приспосабливают к этому. Все-таки женский день, мать лишилась сына. Видимо, как-то так. Обычно они на день победы там бывают. И мне сразу мысль пришла такая. Сектанты поносят иконы. Иконы, идолы ломать, сжигать. Я ни одного случая не знаю, чтобы сектанты подходили. Но есть глаза в этой матери не видят. Есть уши, не слышат. Почему они не подходят, не гулят этих идолов? Все. Все сели. У меня знакомый в деревне был. И они с товарищем подрались. Выпили там где-то в общежитии. И друг друга за грудки схватили. Там когда за грудки схватили, они в стенку друг друга толкали. И сорвался портрет Сталина. И он на него, он его не видел даже. И он на нем топтался. Все, тюрьма. И пошел считать ступеньки в подвалы. Вот как. Он даже не видел. Солженицын пишет. Хорошая портная. И она отслуживает не какую-то, а там жена министр-то. И она в зубах держит эти иголки такие, которые материя схватывает. И она не видит. И одну иголочку воткнула. Лежала газета, и там портрет Микояна. Или Кагановича. И она воткнула прямо в глаз. А та заметила. Когда она обмерила, говорит, а ты иголочку-то воткнула, посмотри куда. А там, ой, да я не видела, прости меня. Она доложила 10 лет. 10 лет. И никто идолом не назовет. Вот и вся патриотическая деятельность сектантов против икон. Они страшно боятся за свое благоутробие. Они не пойдут мерить лагеря. Нет, зачем это нужно? Это отделенные баптисты шли. Те шли за слово Божие. За благовестие. Чтобы сохранить детей. Это настоящие были патриоты. Патриоты высшего плана. Это я говорю про тех, которых очень хорошо знаю. Кто скажет, когда опыт скрывается? Мне хотелось бы хоть раз посмотреть. Вся раз ко мне приехал человек, он каждый год меня возит. Посмотреть опыт. Но я не успеваю. Когда она вскроется? Вы знаете, посмотрите. В начале апреля, это числа 10-го, 15-го. Да-да. Не раньше. Не раньше. Не раньше. Не как? 20-го. Не раньше 15-го. Не раньше. Так что живите пока спокойно месяц. Иногда 11-го было. Так, я еще одно дело скажу. Сережа, ты знаешь, что собака самая высокоорганизованная, умное животное. Но я скажу, и кошка что-то понимает. У меня две кошки. Одну это 6 месяцев, а другая ее мать. Мы, когда ребята мои сходят, утром-то, заходят и коридор закрывают. А я тогда кошек, чтобы они не мешали. Они ночью ничего. А тут начинают играть, бегать. Ну, мешают. Тогда я их выбрасываю туда. Старая сразу поняла, как только они с улицы заходят, она бросает играть, и под тумбочкой оттуда не достанешь. А молодая стоит и ничего не понимает, чего. Я ее тогда беру, она такая, и туда и выбрасываю. Это сидеть не достанешь. Мы разговариваем пока, подготавливаемся, и начинаем писать, Боже, милости будем. Мне говоришь, три поклона еще не сделаем, она уже вылезала, села на табуретку, рядом сидит. Знаешь, что на молитве мы ее не трогаем. Мы говорим, откуда она это знает? А теперь маленькая-то у ней тоже стала учиться. Как только те заходят, и она с ней шумит. Ну, я тогда сделаю, зачем кошки-то бегают. Маленькая выйдет, она любит бегать, но ни в жизнь не выйдет, даже лапу не покажет. Я подумал, умное животное и кошка. И при том, это каждый день. Мы говорим, Господи, откуда у нее это? Такая же она маленькая-то. Так что, когда вы слышите, где-то пахнет мясом, не спешите туда. Один говорит, я побежал, думал, шашлык, а там осла Климен. Товро ставит. И там, где мы видим, что-то обещает мир, мир ничего доброго нам не даст. Мы должны доверяться Богу. Кошка доверяется нам. Самого незначительного делайте для себя вывод. Так, теперь у кого мои книги, просьба переписать количество пащек, какого тому мне принести данные. Я должен это знать. Вот у меня все на сегодня. Вопросы? А, вот. Так. Ну-ка, Татьяна Александровна, подойди сюда. Выйди сюда. Вот, посмотри. Я специально потруднился достать. Ко мне на дом приехал художник, фотохудожник Валабуев, привез эту, все, и вот в этой самая фотография, под которой была надпись, надо прочитать слух, какая там была надпись. Я единственное, что добавил в нее, телефон Валабуева. Возьмешь и позвонишь. Второе фото Натальи, где она во время бракосочетания пьет из чашечки. Вот такая ученина Валабуевым надпись. Я ее первый раз увидел там. Сладкая чаша, горькая. Самая красивая девушка в общине была Наталья. Она была не просто красавица по-современному, но и все же по-особенному, чистой, незамутненной, именно русской красотой. Бог не обделил ее еще и пытливым умом. И хотя она беспрекословно соблюдала все, что положено истинно верующей девушке, замуж ее выдали позже всех молодых. Уже не Наталья была в этом виновата. Парням казалось, она умнее их. Так бы оставаться ей христовой невестой. Да случайно познакомилась Наталья с православным болгарином из Америки по интернету. Вроде ничего в этом предосудительного нет, но и письмо он от тамошнего митрополита выправил без этой визы, в кавычках, это все. Наши общинники даже и разговаривать не стали бы. Всегда так. Ну вот и разведен он. Да и с лица воды не пить. Ну не дай Бог, чтобы чаша, чтобы сладкая чаша оказалась все же горькой. Так дальше кто-то еще есть. Все, ничего больше нет. Так, тут телефон нашла? Нашла. Нашла. Так, желаешь позвонить ему? У вас мнение такое, что я написал? У вас какое основание мне не верить-то? Я первый раз все там увидел. Меня вот затронуло. Не, не, сейчас не об этом. Я говорю, у тебя как... У меня затронуло? Да мне много что трогает. Так, желаешь Волобоева спросить? Скажи, Саша, ты на... Его Александр Павлович звать. Так, вот телефон есть, кто желает? И вы маленько спрашиваете, что... Теперь, что тут обидное? Я в этом ничего не нашел. Во-первых, Волобоев к нам расположен. Он ничего нет. Ну что он сказал мне так? Ну не обидного, но вот это вот как-то касается вот чисто только ее. Выходить ей замуж или не выходить. А кто неправильно говорит? Ну как же так? Зачем пригласить-то вот это вот? Да это все и в газетах везде всегда пишут-то, ну. Вот вчера, вчера, интересно, слушайте, вот вчера, вчера какая-то артистка, я не знаю она, повесилась. А он артист, я помилю его забыл, Старобогатов или какой-то? Что он с ней... Какой-то? Да нет такого Старобогатого. Ну какой-то какой-то. Он с ней познакомился... Параховщиков. А, Параховщиков. Она на 30 лет помоложе. Параховщиков? Да. Параховщиков, ой, это известно. Да, значит что? А у него молодая жена была. Я сейчас скажу, молодая. Он с ней познакомился, когда ей было 13 лет. А в 14 он с ней уже жил. Это она все теперь говорит, и все это выставлено. Ну он, видимо, курил. У него там закупорка на ноге, и наконец ему отрезают ступлю. И она говорит, я не выдержу это, я все оттуда считаю ее. И написал, и подруге позвонила, что я ухожу из жизни. То, другое. Она позвонила в полицию. Полиция сразу не приехала. Приехали, она вот эта переносная, которая шнур-то, она на лампу и повесилась. Уже в 40 минут, как она мертвой была. Один пес, который обрезал. И начинаются теперь отзывы. Какие отзывы? Ну, отзывы, во-первых, какой он, даже фотография у него на плече. А другие говорят, вы что говорите? В первую очередь, это педофил. Его надо было судом судить. В первую очередь, с несовершеннолетней живет. И больше ничего не надо было делать-то. Почему закон на нем не сработал? А теперь вы что говорите? О ком говорите? Не забывайте, вы говорите о развращенце. Понимаете? Это все выставлено, и никакой обиды нет. А теперь что? А теперь родственники за квартиру, ну, еще будут определять, своей ли смертью. Ну, она, говорит, подруге позвонила сама, подруга успела в полицию, сама поехала, приехала, уже опоздала. Ну, и там, говорят, могли бы пораньше, могла бы дорогой, говорит, ехать, ее отвлекать, и потом бы зашла, ее бы не допустила. Ну, это какие отзывы? Ничего обидного в этом нет. Это наша жизнь. Одно только всегда нужно говорить, правда или неправда. Я вам говорю о Волобоеве, 23 года к нам ездит. Очень мягкий человек и очень-очень добрый. Нам многим, множе у него поучиться. И сказать, что он со зла что-то написал, он выразил как мог. Ни под одной фотографией я никогда не видел такой пространной подписи. Я ее не мог там прочитать, потому что там уже спешили. Но я увидел, что-то там есть. Я с нему позвонил и сказал, Саша, мне нужно это. И он пришел на дом и мне принес. И вот я теперь снял и вам показал. Все. А уже нравится, не нравится. Вот ей не нравится, что я сделал такой отзыв. А о ком сделал? Он помещает книги на весь мир. Ты что за него ратуешь-то? Зачем ты заступаешься за него, когда он-то не заступается за себя наоборот? Он бы мог скрыть это, а он взял и напечатал книгу, напечатал. А книга эта на весь мир разошлась. Он очень популярный игумен. Может быть, один из самых популярных. У него и патриарх там бывает и прочее. Так что, за своими чувствами нужно смотреть. Да, мне не нравится. Вы знаете, как партийные группировки Зюганов. Но его избрали, он уже президент. Все мои личные амбиции за бортом помогайте строить страну. Мы голосовали. Вот, проголосовали. Вот у нас написано протокол. Нравится, не нравится, он уже принят, и все. С повестки снято. Теперь только так. А вот он теперь такой-то Иван, такой-то Никита, такой-то Илья. Теперь познакомился с девушкой. Вот под эти статьи теперь смотри. В общем, у нас больше этого не будет. Ты на исповеди сразу об этом скажешь. Мне не нравится очень многое, что где там, а я нахожусь в этом государстве, но на дороге тебе же многое не нравится, как шоферу. Вот раз ты получил права, ты подписался соблюдать их, поверь. В этим сказано все. Как одной мусульманке шейх отвечает, сестра, ты мусульманка, все вопросы сняты, надень хиджаб. Ты мусульманка, ты христианка, оденься прилично. Ты христианка, не бойся нигде совершить крестное знамение. Тогда будет видно, что мы неподдельные, нелживые. Мы действительно возрожденные Духом Святым. Мы действительно желаем Богу угодить, умело или не умело, но у нас не пляшет, не кувыркаются люди, они стоят прямо, молятся. Она будет отвечать за себя. Вопросы? Я можно скажу. А кто забирает? Можно сказать? Я хотел, я хотел лучше сказать, тут у меня был разговор из Галли, и реплика сейчас была Мария, как у меня, на это. Я хочу так сказать, дело вот в чем. Те, кто уходят из общины, мы их не можем ничем поддержать. И я только один вывод сделал, что эти люди не захотели, чтобы мы были, любили друг друга. Любить друг друга, это значит друг друга, а я могу любить ее, да на расстоянии могу 15 тысяч километров любить, но она уже не покажет мне той любви, потому что она далеко. И я не могу поверить теперь, что уйдя из нашего общества, людей, которые согласились любить друг друга, которым Христос это рассказал, и не просто рассказал, а положил на сердце, и мы это приняли, как уверовавшие во Христа, родившиеся свыше, и теперь уйти добровольно из этого общества, как у нас сделали, не одна только она. И мы теперь не можем показать этой любви на них, мы не можем повлиять никак на их жизнь, но что эта жизнь будет идти у них к лучшему, пока что еще ни одного примера нету. Один пример только есть перед нами, вот он снимает как раз, это единственный, кто оттуда вернулся, который, как его вытащили от этого колодца, непонятно, больше никто не возвращался, все в страшной бездне, некоторые еще и видно лица как-то, а другие, смотришь, смотришь, уже одна чернота, так догадываешься, что кто-то там еще есть. И в общине неизвестность кириллит, так что ты не заступайся, все одинаковые. Не заступайся? Да. Подожди, не надо, он друг за другом говорит. Я говорю о церкви, я уже столько проповедей прочел. Возражение надо, молча, помолчать. А я не златоусте, и все проповеди, Мария Яковлевна, я направляю к вам, в частности, очень сильно всегда пытаюсь, что вы, и вот когда говорится о любви, вы знаете, что это к вам проповедь. Я вас в этот момент вспомнил, у вас не должно быть никаких повреждений духовных. Вот это вот община, это одна семья, это тело Христово. Для меня, да. Вчера это было так, так почему только для вас, вы должны стремиться, чтобы дочка ваша это знала, чтобы те знали, и эти, и другие. Пускай они знают, что тут их семья была всегда. И они оторвались, они блудные, дочери и сыновья, а не мы. Мы здесь, какие бы мы не были, с грехами и так далее, но вы сегодня выслушали одну проповедь, батюшка сказал вторую. По учению Игнатия Тихоныча, постоянно слушаете, вы слушаете, а они этого не слышат. Да, у них там кажется все тоже идет жизнь, у них голова, две руки, две ноги, но они не в церкви Христовой. Вот в чем дело. Мы в церкви вот здесь находимся, вот наша ячейка, это церковь Христова. Почему Игнатий Тихоныч рассказывает об этом Игумене Сахарове? Это потенциальный батюшка, который может нас окормлять. Он должен быть в церкви Христовой, надо его как-то приблизить к нам. Когда не будет где, мы можем к нему прийти, потому что видите, он как лояльно к нам относится. Причем на каком-то внутреннем уровне, на духовном чувствуется. Это совсем близко человек к откровениям Божьим. Аккория посты соблюдает в церковь, ходит. И тем не менее, еще раз хочу сказать, что добровольное отшествие из нашего общества, людей, которые здесь, это говорит не просто о многом. Это стоит недорогого, это ничтожное, то, что было сделано. И все это потом выявится все равно. Вот все равно выявится. Потому что еще раз хочу сказать, из почти 50... Помоги и господи. Из почти 50 братьев и сестер, которые ушли из общества нашего, прям зашли и вышли, почти 50, может быть даже чуть побольше, еще ни один не пришел назад. Я не говорю о погибели. Я говорю о том, что еще ни один духовно не возрос. Почему? Вы видите, как сейчас Игнат Тихонович пытался дать письмо. Вы знаете, сколько писем у него переплетенных у меня стоит? Вы одно письмо не можете написать. И я тоже в том числе. Я поясню, что... Он тысячи их написал. то, что у меня осталось, когда КГБ сожгло, возили в Кровом суде две большие кучи. У меня сейчас в моей переписке 77 переплетенных томов по 650 страниц. А здесь одно письмо и сидят, руки сложили. О чем тогда можете говорить? Какой совет дать? Это называется пистолярное наследие. Это так интересно. У меня, где книги стоят на полках и другие книги, люди приходят, в первую очередь за письмом берутся. Это живое общение. Там и фотографии, заложенные снимки, и билеты, где ездили. Все наши... Вы еще, я вижу до конца, не поняли, кто будоражит вашу душу, кто вашу совесть разжигает. Вы не поняли еще этого? Да их давным-давно нету там. Наталья, не тот человек. Знаем мы не тех и тех знаем. Вот это вот братья наши вот сидят, про которых в письме было сказано, что какие они там братья засушенные или как слово там? Мехкотелые, да? Вот Мехкотелые, вот смотрите, вот они все Мехкотелые перед вами. И вот любого возьмем, вот Андрей, Мехкотелый, Илья, понятие вообще неизвестно, кто такой, Мемева. Брат Николай, ну побольше немножко у него тела, потому что он на машине помогает. Василий, Василий вообще не поймет, что такое, ну только борода выдает мужика. И Вадим, Вадим бьется за свое существование мужчины со страшной силой, но пока как выбавлют. И так далее, всех перечислите. Вот наши какие братья, сестры, что о вас-то сказать? Единственная поддержка, что молитвенницы, 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 одна поддержка, что вы где-то сидите, я всегда думаю, и молитесь обо мне сейчас, потому что все спорится, думаю, но это только молитва церкви может быть. Так все, что от вас осталось, и вы хотите сказать, что из этого общества уйти, это последнее уже, что сделать, уйти, и затем, главное, ну почему в глубину-то не смотрите? Да пускай женятся, пускай детей рожают, но только общество церковное еще есть. Почему я не уезжаю никуда? А ты приехал в наш общий. А ты, наоборот, приехал за 7000 километров сюда. И сразу же, сразу как увидел, все, и жене тут же позвонил этот день, она, это сектанты, я говорю, нет, это не сектанты, ты что, я что православных не узнаю? Да не может быть, чтобы люди там собирались православные вместе читали Библию, это вообще непонятно никому. было. Она приехала, сама тут побыла и все равно не увидела. Почему? Потому что женщина, Игнатихич сказал про женщин, 8 марта вам, в подарок, через женщину падение человека произошло. Поэтому вы думайте, женщины, прежде чем, сестры, женщины и сестры, я имею в виду, прежде чем начинать кого-то защищать, кого-то, да мы не защищаем, мы показываем этим любовь, это страдание нашего сердца показываем этим. Или я не целовался с Натальей, сколько раз тут прощения друг друга просили, все, давай поцелуемся, расцеловались, все, попросили прощения десятки раз. И все почему? Потому что она искала, она пыталась что-то найти, но в конечном итоге тернии заглушили все это. Почему? Вот тоже мягкотелось. Другие, других, ну, мы должны немощи брать и носить. Мы не смогли пронести. Почему? Потому что как только человек закрывается в ракушку, ну, три свойства, помните, первое, это скрыться, второе, ропот, ропот, и третье бегство, ропот, скрыться, и третье бегство, три, три, все, это и есть все, ропот, это уже обида, все. Ропот, это и есть обида, то есть ропщик человек, ропщик, ропщик, то не так, это не так, потом скрывается, его нигде не видно, куда пойдем, нигде нету, на благовестие нету, нету, и все, кто, вот сестры, братья, все, кто уходили, на благовестие не было, ну, там про Слава Волкова не говорим, у него жена никуда не ходила, она его и утащила, это и свинцовый грустный, удилище, как я сегодня говорил, проповедник Дмитрий Хевсонский, загладнутый крючок, это редкость большая просто, да и то Славик, вот сейчас видится, он прям видно, у него аж глаза горят, ему интересно все, но не может уже всплыть, все, уже там всю брюховину, видать, уже крючком зацепило, а остальные все, никто не ходил, и говорили прямо, что нам это и не надо, или кто-то, сходили там раз-два, и потом, ну, мы не так думали, ну, ты так продолжай, как думать, вон Игнать Игнатьич, трепещется же, он как лягушка-то, на сметане, прыг, 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 а масло собьет, и запрыгнет до Царства Небесного, и потом, ну что, дальше, и все, и нету его, и как сказал брат Пальгуев, и будете как воробни на помойке, или как крысы стонущего корабля в море бросаться, давайте заканчивать об этом, давайте все, хватит, а я пока начинал, а я вот только разошел, почему, потому что, унижаете, оскорбляете, кого я оскорбил, ну что, женщины, ну-то не такие, не роботно, скажи, отдельно имеешь слово, стань, говори, ну все нету, поэтому с места просьбы не говори, если имеешь слово, мы-ка даем слово, но это нарушение, Игорь Тихонович, собрание, сказали, все, мы вас прослушали, кто имеет слово, ну сколько можно еще, все, выходи, говори, я считаю, что вот эта беседа, она очень нам всем, очень нужна, она просто злободневная, потому что это настолько, вот эти язвы, они не только, вот из тех, кто ушли, они постоянно разжигают каждого человека, бес подстрекает постоянно каждого из нас, неужели мы не распознаем этих врагов, почему мы не можем поговорить об этом, потому что сегодня они, а завтра кто-то из нас, а послезавтра еще кто-то уйдет, так давайте будем говорить об этом, чтобы открыть эти раны, и зачем моряка, ну в корне вы не прав, давайте будем мудрыми, нам надо это все обозначивать, называть свои имена, помолчи, потому что не случайно ушли девчонки, ну не случайно они ушли, понимаете, это, это, Мария, Мария, это что с тобой, ну это одержимость уже, не можешь язык удержать, это одержимость, это грубит признак одержимости, по жизни, не бодрствовали они, Наталья, я знаю, у нее обида была, она не терпела обличений, вообще никак, она не терпела, других она обличала, а по отношению к себе никак не терпела, она переживала это очень тяжело, каждое обличение, нам надо наоборот усилить молитву за каждого из нас, и видеть каждый свое, вот именно вот своего младенца, которого надо разбить о камни, давайте будем говорить, Игорь, говори, Ну я хотел сказать здесь, опять же, когда человек говорит, когда, вы потом будете искать, не найдете ни одного слова, помолчите. Когда человек говорит, ты обижаешь нас и унижаешь, вы этим просто меня возвышаете, меня возвышать так не надо, я обижать вообще не умею, запомните. Я специально ни одного человека не ударил и не оскорбил, и обидел, начиная вот с младенческих лет. Меня за это, вот меня за это специально собирались группами, девчонки собирались побольше группы, парни собирались в школе, и били за то, что я никому не пристаю никакой группировки, потому что все группировки, это злобные были существа. По одному разговариваешь, как соберутся двое-трое, сразу злобные, ну почему-то того надо заклевать, а я только что с ним разговаривал, мы только что с ним сосиску за одним столом вместе ели, смеялись, радостные были, жизнь продолжается. И все это, и здесь у нас происходит то же самое. Понимаете? И я не могу ни к какой группировке пристать, а группировки были. И такая была сильнейшая группировка Саши Дмухи. Молодежь он собирал здесь. И это он продолжил, и он увел, в конечном итоге от баптистов, а предупреждали баптистов. Вы кого берете? Они взяли его, все. А потом я встретил одну баптистку на улице, благорестовал, и начали говорить, так Саша Дмуха, мы знаем, ну про общину. Он у нас, говорит, молодежи ведет. Я говорю, молодежи? Вы доверили ему? Это же, говорю, волгар, или козел в огороде, вы что, с капустой? Она. А я вот так вот на него посмотрел, мне что-то вот у него не нравится, как-то он что-то вот, что-то у него такое. И буквально там что-то через год, он раз, увел людей от них. А сейчас все опять, один никого нету. Леночка, говорю, Лена, сколько там у папы людей-то осталось? Это года два назад, наверное, спрашивала. Да вот там, человека три, наверное. Сейчас, говорит, никого нету, все, разошлось. Почему? А зло выборочно не бывает. Зло распространяется на всех, кто остается с тобой. Ты их будешь всех погрызать, конечно, в итоге. Злобой погрызать. А что такое злоба? Да это отвод от Царства Небесного, от Христа. А я-то вам тут рассказываю, чтобы вы наоборот всем дружно жили, вместе никуда не уходили. Что я плохого сказал? Да оставайтесь в ограде церковной. Вас там волки сожрут. Не уходите из церкви. Вот я обидел. Где я обидел-то? Наоборот, я призвал вас. Да нет, потому что... И не только вас, и не только сестер. Я, во-первых, сначала о братьях сказал, что они мягкотелые. И кому это понравилось из братьев? Да никому не понравилось. Я не понравилось. Я сейчас скажу. Правда сказал. Сестры, к вам просьба. Вот такие какие-то картонки. Где-то заходите в магазин и везде и начинайте нарезать. Просто я покажу, какой. Пока не режьте. Приготавливайте. Нам очень много потребуется для благовестства. Если машина будет пригнана, если... Молите, сейчас уже все в пути. Но дальше-то мы еще не знаем. Команда неукомплектована. Дальше что требуется к машине, к Евангелиям? То есть определенно мы что-то сэкономим с этим, то, что нам пригонят пищников. Но за 700 тысяч мы, конечно, далеко зайдем. Нам надо шоферам будет платить. Поэтому кто щедро сеет, щедро пожнет. Я не беру, а отдаю. Но больше вантюристы, говорится, чем я трудно найти. Представь себе. Вчера только своими руками, вот так вот, такая пачка, и я деньги отдал. Позавчера. Позавчера. Все. Сколько здесь? 627, говорю. Все, идите. А это для этого мне потребовалось ровно полдня. Вот и все. Ну, теперь взвесим, твое слово будет иметь силу, или мое. Если я теперь, я раб, вообще это раб. Написано, должник делается рабом-заимодавца. Но я это все помолился, я говорю, и даю, помолимся. Я к ногам Иисуса положил это все, Господи. Все мое имение, у меня все подписано, моего ничего нигде нету, совершенно нигде нету. Я всю жизнь платил 90%, 90%, а у меня сейчас вот за зиму идет 10% все. Сколько приходит, столько и уходит. И я сыт и здоровый. Я даже не понимаю ни цены, ни деньгам. Говорит, это такая сумма, а у меня нет соображения никакого. Совершенно нету. И поэтому Господь сделал мне вот это тряпочное звено, и через него вот под каждой заплатой говорит, миллион банкнотов. Поэтому меня, если я располагаю вас, вызволяйте из плена. Но главное это для нас благовестие, любовь ко Христу, и мы это сделаем. Я вам сказал, не будет ни рубля, все будет сделано. Мы любим Бога. И я ощущаю вашу помощь в молитвах каждый день. Я вам сказал сегодня о болезни не случайно. Я сегодня, Виктор Андреевич, подошел, постучался, я подумал, как ты думаешь, какая это может быть болезнь? Я не считаю за болезнь. Он разные признаки болезни спрашивает. Я говорю, может, рак этот? Но мне успеть, успея я до осени на благовестие, то мне только одна цель. Больше ничего меня не интересует. А сколько? Да полгода, примерно, я замечаю. Но я не считаю за болезнь. Вот в чем дело-то. Я умом это соображаю, а телом как бы и не ощущаю. Вот Господь как удивительно это делает. Я не обращаю внимания, что у меня тело есть. Я как будто вне тела где-то нахожусь. И о ком мы говорили, тем более вот о Наташе, вы знаете, насколько она для меня дорогая и близкая. День и ночь молитвы хранят. Но, виденное ею Господь ей показал, требует особого внимания и заботы. И, конечно, в первую очередь тот, кто с ней. Он ей дам. Я ему сказал, ты спаситель. Ты спаситель. А перед этим я сказал, для меня, Наташа, лучше было бы, если бы я услышал, что ты умерла. Что с тобой сейчас сделай, ты полностью ушла в мир. Для меня легче было бы это перенести, если бы ты в вере умерла, была на небе. И Бог дал. В России, на континенте, нигде не нашлось. Только из-за океана Бог нашел этого спасителя. Я все перечисляю по счастьям. Это только для нее. Это Бог ответил на мои море слез, которые я за нее пролил. Это Бог так сделал. И поэтому говорить, если желаешь, говори на молитве. Это Бог знает, где и как. А отношения, она против, ей вот это не надо, она это назвала там как-то. Меня это запредельно далеко от меня. Принято, повешено, теперь смотрите. У меня хорошая дружба есть по интернету, но невест я уже не ищу. Да и не искал бы. Они от меня шарахались бы. Слишком не тот запах. И поэтому я вам сказал, для того, чтобы молились. Молились. У меня ни разу не было ни одного дня, ни ночи, чтобы за ней не была молитва. О чем? Спаси ее, вложи в руки меч. Я понимаю, это переломные моменты в жизни будет. А она видела страдания, как она пишет, неописуемое. Море крови. Но она видела только во сне меня и Татьяну. Я все время впереди ее со свящей иду, как она видела, два раза сон. И второе Татьяна плащущая. Вот и все. Я это принял, как обязательство от Бога. Я обязан обвести ее. А как, я не знаю. Я вообще ничего не знаю. Ко мне вопросы есть? Так, я попрошу на будущее, когда я здесь идет, с места не выкрикивать. Это неприлично, нам это не годится. А я не могу удержать. Это беснование, признак беснования. Удержи язык свой от зла, откуда их речи. И приближься к Богу. Мы многое, многое творим языком. Везде, говорят, ухратить никто не может. Это неудержимое зло. И говорим, когда не могу удержать. Это злые слова вырываются. Добрые слова, их даже держать не надо, они слагаются в сердце. А злые они вырываются. Не надо этого. Вот особенно сейчас и пир наполнен ненавистью к Путину Владимиру Владимировичу. Он мне ни друг, ни брат. Но это наш президент-царь. Я всех прошу усилить о нем молитву. Ему грозят, его за решеткой рисуют, его называют. Он у ребенка где-то, действительно, ребятишки, он взял рубашку, поднял, а тут мать стоит, и, ух ты хороший мой, живот поцеловал. Ты скажи, из этого развели, такую срамоту сейчас. Ребенка в животик поцеловал. Да ребенка, если его в попку поцелуешь, никакого греха-то нету. Понимаете, что вам маразматики нужны, какие были тогда в Центральном комитете? Он все может делать. Он, по крайней мере, вот это, что сейчас есть, он говорит, разложил армию и то другое, а я в интернет выставил. Если мы знаем, что страна должна рухнуть, то он молодец, меньшей кровью прольется. Бог так сделал. Вот он что делает сейчас? Это для меньшего пролития крови. Потому что мы-то знаем, написано. Написано, это сбудется, обязательно тихо избудет, обязательно. Но как он подводит, он другим не может быть. Народ, я не избирал. Я никогда не голосую, но я молюсь каждый день и ночью за Него. Я вас всех спрашивал, какая молитва последняя, когда ложитесь спать? Помните? Одна молитва, одна. Господи, как бы мне не проспать, без будильника встать? Еще ни разу меня Бог не посрамил. Ни разу в жизни. Я смертельно усталый, весь день работал. И ложусь поздно, вставать 4.40 всегда, и все равно Бог поднимет. Да еще вздрогнешь, а сначала кто-то стучит как бы в окно, или дыхание прям над ухом услышишь. И не дай Бог не встать. Я вам рассказывал про одну сестру, Аню Долгову. Сначала, говорит, я слышала стук, а потом дыхание, а потом слышала нежный такой голос, говорит, Аня, вставай. Я бы назвал Нюра, вставай. Но ее Ане звали. И однажды она мужа приняла с завода, он пришел ночью, только легла, но легла, может, минут 10 прошло. Она, говорит, я измоталась, после, она с мужем в люльке была, мотоцикл перевернулся, у нее такие тяжеленные операции были, но она больная была, телесная. И я думаю, я же только что вставал, а холод в избе такой. Я не встала, все больше ни разу у меня не было. Теперь надо два будильника ставить. Он нежное, тихое веяние ветра. Вот я бы сейчас потерял, даже вот я сяду так, днем отдохнуть надо, минут 15 так. Но я посмотрел на часы, но я могу заснуть на час, у меня на таком натяге идет. Господи, 15 минут. Ровно через 15 минут кто-то стукнет или что-то, а никого нигде нету. Это Господь. И особенно это было в тюрьме. Ни разу не лечь, больше года по пяти тюрьмам шел. Ни разу. И на два часа раньше, чтобы вставать, там подъем шесть, а меня чтоб четыре поднимал Господь. И ни разу нигде не было, чтобы не совпало. Я моим Господом хвалюсь, какой он добрый, как он любит. Как он слышит, как он отвечает. Не мне заниматься вот этими тугриками, десятка там тысяч, а тут другие деньги нужны. Но это все дорого, я благодарю, кто в этом участвует. Вы как веревку вьете, меня сейчас из ямы вытаскивать будете. Вот и все. Поблагодарим Бога. Да, я хотел еще сказать, что Марина вылетает в среду ночью и в четверг здесь будет утром она. Она была где, во Франции? Она во Франции была, в Москве. Ну там по родственникам ездила. А что она ездила во Франции, кто-то приглашал или как? Да, там брат родной у нее. Мы с тобой на истяковой истину, положите тебя Богородицу, пресновлаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувин, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога, Слово Родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Аминь. Аминь.